МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В детской картинной галереи пройдет лекция, посвященная монументам и памятникам Самары и Куйбышева. Расскажут о самом первом памятнике в городе и покажут фотографии дореволюционных монументов. Сколько из них сохранились до наших дней? Какие прозвища им дают самарцы? Чем памятник отличается от скульптуры или арт-объекта? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите в эту субботу в 5 вечера. А затем можно отправиться на прогулку по городу и блеснуть новыми знаниями перед друзьями. В городе продолжается фестиваль «Театральная весна Островского». На этих выходных эстафетную палочку взял театр «Самарская площадь». 8 апреля зрители приглашают на постановку «Олигарх». Главной героине предстоит сделать выбор между браком по любви и браком по расчету. Захватывающая серия интриг, авантюр и различных уловок, яркие персонажи и счастливый финал. Все это ждет театралов в субботу, начало спектакля в 18.00. По субботам в Литературном музее имени Максима Горького продолжает свою работу книжный клуб для взрослых «Полюса». Если вы любите не только читать, но и обсуждать прочитанное, осмысливать тексты, обсуждать сюжеты и персонажей, то встреча клуба как раз для вас. В группе «Музея ВКонтакте» можно ознакомиться со списком литературы на ближайший месяц, а затем прийти и провести время в кругу единомышленников. В эту субботу встреча клуба состоится в 14.00. 9 апреля в музее Эльдара Рязанова пройдет необычная авторская экскурсия «История Рязанова. История кино». Помимо рассказа о жизни и творчестве режиссера, о его связи с нашим городом, будет подробно рассмотрена связь Рязанова с мировым кинематографом. Следы которого представлены в экспозиции музея. Народный режиссер прочно связан с мировым кино. Его учили великие Козинцев и Эйзенштейн. На него влияли Чаплин, Де Сико и Форман. Его фильмы смотрели на Каннском кинофестивале. Узнать больше о нашем любимом режиссере можно будет уже в это воскресенье. Начало экскурсии 14.00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова